Уважаемые дамы и господа, сообщаем вам, что на настоящее время внутри помещения ЦДФА присутствуют лица, которые совершают вражеском, похищают мобильные телефоны и кошельки, а также режут женские сутки. Уважаемые дамы и господа, сообщаем вам, что на настоящее время. Уважаемые дамы и господа, сообщаем вам, что на настоящее время. Я думаю, что на колец мы получим коммерческий успех. Спасибо вам большое, что вы пришли. Кто не купил книги, может потом подойти и полистать бесплатно. Вы можете посмотреть, как чисто текстовую книгу можно сделать необыкновенно привлекательной зрителями. Кроме того, я благодарен еще редактору моему, потому что это, возможно, единственный полноценный читатель. Кочетов Володя, он прочел все внимательно. И кое-какие тексты он отверг. Не потому что они были хорошими, а потому что они не соответствовали общему духу. Это что такое вообще? Что это за книжка Ректайма? Зачем она собрана и сделана? Это для того, чтобы мы не потеряли ощущение, что в этой жизни существует кроме огромного количества разнообразных людей, которые отправляют жизнь, люди, которые эту жизнь помогают нам прожить. Эту книгу можно читать, я так думаю, во всяком случае, ее можно читать в любом состоянии. В печальном, в радостном, с любопытством, с недоверием можно читать. Она вас переубедит все равно. Вокруг нас много достойных людей. Собственно, эта книга, документальная проза, позволительно сказать, это не биографии людей. Это тем более не мои воспоминания. Или есть такое слово, знаете, когда про себя пишут все время? Мемуары. Ну, мемуары. Это действительно Ректайм. И мне представляется, что Ректайм, в переводе на русский язык, это порванное в плочи время. А можно его трактовать, ну, скажем, перевести на русский язык в чистом виде, как лоскутное одеяло времени. Оно создано из таких заплаток. Но вы можете обратить внимание на свое время, и вы увидите, что это точно так же. Где-то вам попадется пристойный человек, где-то очень пристойный, где-то печальный. Потом, если вы выйдете на улицу, вы увидите мрак, запустение. Если вы включите телевизор, вы поймете, что вы живете в совершенно другой стране, не в той, которую вы представляли. И что эта страна населена людьми, мало вам знакомыми. Как вот недавно мне пришлось сбежать из больнички, ничего страшного. И вести вечер по кучаловое, и я... Все время у меня крутится строчка, и входят оккупанты в мой зоомагазин. У меня такое ощущение, что эта страна, она захвачена. Отчасти захвачена, отчасти взята в аренду с большой выгодой для себя. А, собственно, население этой страны, оно способствует этому. Но среди этого населения есть процентов 15 народа. Этот народ достойные люди разных сословий, разного образования, разных представлений о жизни. Но это люди, которые сохраняют прежде всего достоинство. И, я такое слово придумал, это достоверные люди. Это люди, которые ничего у нас не отняли. не у нас, не у времени, не у пространства, а только добавили. Умом своим, искусством, трудом, не знаю, хлебом выращенным, детьми спасенными. То есть, это та страна, здесь представлена в этом ректайме. Та страна, в которой я проживаю жизнь. И мой главный редактор, я работаю в новой газете, мой главный редактор, Дмитрий Анатольевич Муратов, он, прочтя книгу, сказал, я хочу жить в этой стране. Смысл этого выражения не в том, что он хочет жить среди этих героев, а что ему в этой стране самому по себе хочется жить. А в той стране, которая нас окружает, иногда жить не хочется. Хочется придумать себе другую страну. Здесь непридуманные герои, но тут нет ни одного человека, за которого мне и вам будет стыдно. Почему я говорю, что я рад, что все места заполнены и лучшее. Потому что у вас есть потребность, у вас есть потребность пообщаться с этими людьми. Я могу сделать вам такой подарок, небольшой. В этой книге, я благодарен за то, что на эту авантюру пошла замечательная директор издательства, вот, Елена Дмитриевна Бычкова, видите там девушку юную, блондинку. Вот это она, красавица. Она пошла на то, что в этой книге не будет ни одной фотографии. То есть, так было, ну, случилось так, что мое имя как-то сопрягается с фотографиями, и даже разные люди приличные притом, ну, типа там, Битова. Он сказал, что рост это жанр. Жанр это сочетание фотографий и текста, которые взаимно дополняют друг друга, которые живут ну, как эпифиты. Вот одно умное слово должно быть произнесено, правда? Это такие растения, которые живут на других растениях, но не пользуются их соками. Ну, орхидеи, допустим. Вот фотография живет на тексте, текст живет на фотографии, а как они живут порознью. И я понимаю, что это была опасная такая затея для меня. Сделать, условно говоря, текстовые фотографии по памяти. Не знаю, вам судить, насколько это удалось. Мне кажется, что удалось. Мне кажется, что фотографии в определенном случае, в данном конкретном случае, они отвлекли бы вас от текста. Они могли бы вам помешать вчитаться и представить своими глазами и своим воображением то, что я, как автор текста, имел в виду. не буду говорить писатель или литератор. Мне это не нравится, потому что ну, написатель текста. Вот так. Как написать. Но тем не менее, вы пришли и все время 45 минут, оставшиеся 30, смотреть на меня 35, может быть, это несколько утомительно, хотя я понимаю, что это может привлечь кого-то, кто к себе относится с иронией. Поэтому я вам сейчас покажу коротко героев этой книги, которых вы в книге не найдете. Ну, такую игру сыграем. У многих в руках эти книги я знаю, даже уже некоторые люди я знаю по имени и отчеству, потому что я подписал эти книги. И я вам скажу еще об этой книге, прежде чем показать. Знаете, я курю трубку. И, ну, курю и курю. И до сих пор я курю. Когда меня спрашивали, почему я курю трубку, и нет ли тут вычурности, ну, конечно, есть, хотелось отвечаться. Но, дело в том, что если бы я курил сигареты, то практически нечего было бы в наследство оставить моему сыну Андрею, который где-то здесь бродит, а может быть уже ушел, потому что он меня видел не раз. И тем более моему внуку Юрию и Нике. А трубку оставить в наследство можно. Она пригодится, она хранит тепло, в ней есть форма, в ней есть замысел. А если напьете туда табак, даже если его не будет и курить, то там еще появится и содержание. Вот эта книжка, может быть, я много на себя беру, но она точно, как трубка, ее можно оставить. И по этой книжке, я надеюсь, я сам бы до этого не дошел, но такой умнейший и талантливейший, как сказал Иосиф Писаревич Сталин, поэт и писатель нашей эпохи, как Дмитрий Быков, который, ну, гениальный, можно сказать, он заметил это. Он прочел эту книжку, написал статью, в которой прикомендовал, но он, правда, датировал как от 70-х годов и до нынешнего времени в этой книге есть портрет человека, которого иногда называют положительным. Это неправильно, никаких положительных людей нет. Они непридуманы, даже замысла такого нет. Даже если учесть, что человек, как идея, не было ошибкой Господней, чем я, конечно, это святотатство, но подозрение такое есть, что в массе своей. То есть какое-то количество все-таки ему удалось людей, а какое-то количество ему совсем не удалось. И потом уже не думать, ну ладно. Других дел много. Надо что-то там построить, разрушить, в конце концов, со временем будет какой-нибудь глад, мор, и как-то это все урегулируется. Как сказал один из героев вот этой книги Юрий Горелов, человек, который приехал, тут судьбы-то феноменальные, он приехал из Болгарии, за Олог. Его отец был генералом брусиловской армии, они эмигрировали в Болгарию, отец был подборочиком, майор захотел вернуться в Россию, дождался смерти Сталина, вернулся для того, чтобы сохранить землю и животных на ней. Он за Олог. И он получил Батхизы. Он в этом Батхизе стал воевать и сохранять природу. То есть воевал он буквально. Он победил советскую армию однажды, потому что советская армия решила, что Батхиз, хотя это заповедник, что на нем хорошо производить учения, поэтому они туда заехали, там много дичи. И разбили лагерь, он приходит к ним Горелов, я скажу, почему я его вспомню потом, я помню. Горелов говорит, ребята, уходите, ваша дивизия должна покинуть самостоятельно, добровольно, иначе вам придется отсюда бежать. Один человек с одностволкой, против армии вооруженной. Они сказали, знаешь, Горелов, они все его там не знают, элитры отсюда. И Горелов ушел. Но предварительно он положил под палатки капсулу с рекорданом. Это такое вещество, которое синтезирует пахучее, пахучее, если не сказать, рвотное вещество, которое выделяет скос. Оно не выметривается. Первое, чем человек, который пришел наложить, Горелов покинул, он раздавел эту капсулу. И жить стало нельзя. И они стали уезжать оттуда на машинах. Но все машины были заминированы. То есть все дороги были заминированы. А заминированные они были замечательные. Кто помнит, кто постарше, помнит овощные консервы глобусы. Вот, некоторые закивали. И даже показали. Да, это были литровые жестяные банки. Вот в эти банки они забивали костыли, так что получалось, ее заливали цементом и раскладывали на дороге под пылью. Человек не продавливает зверь, не продавливает, а тяжелая машина продавливает, вернет в клочья эти самые скаты. И когда они стали отступать, эти все наши войска добрые знают, они нарвались на эти мины и побросали машины. Эти машины, я приехал через 7 лет после этой истории, они еще там стояли ржавели, их даже не вывезли. Это человек, который арестовал третьего секретаря ЦК компартии Туркмении и министра миллиарации, потому что они приехали на ночную охоту без документов, он их положил на землю, до утра они лежали. то есть это такой болтин. И он мне говорит, знаешь, перенаселение страшное, и в общем природа должна каким-то образом защищаться. Я говорю, ну может спит с надеждой или что-нибудь там, какие-то сердечные болезни, он говорит, нет, это слабо, это должна быть какая-то жуткая катастрофа для того, чтобы возможно, Юра до сих пор еще жив, дай ему Бог здоровья, возможно, мы до этого момента еще не дожили, но через какое-то время я думаю, что природа начнет освобождаться от нас. Иначе нам придется освободиться от нее. В этой войне победитель будет один. Ну хотя бы вспомните этот маленький вулканчик, который пыхнул в ислании, подумаешь, и все парализовало, и связь, и самолеты, в общем, все наши герои, они останутся, они нужны природе. Теперь давайте, да, давайте мы покажем какое-то какое количество, тут правда качество не очень большое, но вот этой фотографии, то есть ни одной фотографии нету, но это большой театр, если вы купите, вы первый текст, который у вас начинается, вы о роли прохожего, болеете, это фотография оттуда, то есть она никакой связи не имеет. Дальше пошли, быстренько, быстренько, Леша, это моя мама, тут нифига она не видно, это первая моя фотография вообще оставшаяся, это 47-й год, значит, она снята по-по-по-по-по, ну, по-по-по, 70 лишних лет назад, мне было лет 6-7, но я был младше, чем Никак, но старше, чем Юра. Дальше пошли. Это пинежский старик, есть текст про него банищик, самодостаточный, вы можете на него не смотреть, но если сейчас вы, то есть я должен же еще вас заагитировать, что вы купили книжку, но если вы захотите потом прочесть про этих людей, то вот там на стенде Баслен, дальше поехали. Дальше. Это замечательный московский ралитет, уже нет, его не может быть, это айслор дядя Гриша, который был на Пушкинской площади, и про него есть текст, и дальше мы будем и про замечательного Гуги Харабадзе, там несколько текстов, причем есть драматические тексты, потому что этот человек во времена антипалузийской истерии, которая была затеяна нашей страной и правительством, когда арестовывали грузины выселали, он мне написал письмо, а он как брат мне, на ветер, мой сын Андрея, который сейчас меркнулся здесь, он ездил туда, жил там, и он мне написал письмо, неужели мы доживем до того времени, когда ты, у которого есть ключи от моего дома, будешь бомбить мой дом, от которого у тебя есть ключи, там есть такое письмо, и рядом вот человек у бочки, это фантастически совершенно художник грузинский, Миша Черчевадзе, наследник, а как если бы он хотел гордиться, вот этой княжеской фамилии Александра Черчевадзе, Нина Черчевадзе, ну вы знаете, и по существу владелец этого был бы подвал отца Андрея, он мне однажды сказал, мы сидим, сидим, Миша рано ушел, а сиротин просто был, мы сидим, голод, холод, у него ничего нет, его дом разрушили, другой не построили, он снимает квартиру на чистейшей простыне, но на панцерной сетке спит князь и говорит, знаешь, Юра, у меня практически ничего нет, ну вот, но сейчас я подумал, что уже мне ничего и не надо, то есть вообще человеку не очень много надо, несмотря на то, что он накапливает огромное количество информации, вещей, в которых он живет, по существу ему надо очень много, а потери он ощущает, ну я надеюсь, что не потери вещей, потому что я подумал, как вот эти замечательные семьи, ну княжеские или просто достойные разночинцы, рабочие, не имеет значения, как они в течение советской власти теряли практически все, многие из них сохранили главное, сохранили себя, ну, понимаете, может это, поехали дальше, это один, этот текст, который мне там пришлось переписать, потому что там фотография как бы имеет значение, но это человек Анатолий Витальевич Яков, который предсказал погоду, предсказал погоду, предсказал засушливое лето 72-го года, это фантастический тип, фантастический, вообще-то я ехал не к нему, я поехал, потому что Лея-Градский документалист Миша Литвяков сказал, что там, недалеко от Прокопьевского живет такой странный тип, художник, может мы его еще увидим, и дворник на рынке по фамилии Селиванов. Это я вам скажу очень толкнул фрук, во-первых, найти было его невозможно, потому что жил он в поселке Урицкого, номер 37. Значит, поселок Урицкого состоял из одного одной улицы, ну, такая улица грязная, кошмарная зима. Идет 34-й дом, 35-й, 36-й и 38-й. 37-й. То есть, 37-го, где он живет, нет. Это человек, который выпал не только из времени, но и из пространства, его нету просто. Тем не менее, какое-то усилие я приложил, поспрашивал людей, кто был в состоянии ответить, тем не что-то промычали, и кругами, кругами, практически, как на радаре, я стал двигаться или наткнулся на нечто странное, какое-то сооружение, как будто сделанное большим муравьем. Потому что дом, который был за забором, и сам забор был из мусора. Я постучал долго стучал, мне открыл дверь косматый человек, вы его, может, и вы видите, а можете и не видеть, и не смотреть. Он сам был похож на шпалу такой, вот такого он был цвета. То есть, потом, спустя много лет, я узнал, что он был совершенно седой, а я его увидел вполне принятым. Мы зашли в дом, в этом доме была кухня, в кухне был кот и петух. И на стенах у него были картины кота, собаки и петуха анфас. Кто из вас видел петуха анфас, пусть поднимет руку. не вижу леса, кот на тыхру. Иван Егорыч сказал, ну что, мы сейчас сделаем картошку и поедим. Он взял палку такой вроде как от щетки, раздолбил лед, это внутри дома все происходит, раздолбил лед в миске такой грязной, туда набросал картошки и стал этой палкой толкать эту картошку под лед. Состоялось мытье картошки. В это время я сказал, ну я сейчас и пошел в поселок Улицкого в магазин. В магазине я купил то, что могло пригодиться там сахар, ну какой-то, ну в общем, набрал такую коробку и пол-литра водки, естественно. И вот когда я к нему пришел, уже стоял котелок, буквально котелок на плите, буквально плите, печки, вход там грелся, вот, картошка булькова в каком-то практически в грязи, потому что она не отмылась. и я стал доставать в том числе консервы какие-то старые, да, антические или что-то в этом роде. И когда я достал бутылку водки, он мне сказал, о-о-о, вы по-богатому хотите. И мы с ним посидели, поговорили. Он такой, по-моему, вам сказать, для того, чтобы вульгарный философ, он стихийный философ. Одно одно выражение забуду, но всякий раз цитировал, потому что он был склонен говорить апористично. Ну, что получалось, то получалось. Но он такой был учитель. Да если он знал слово «гуру», то «богут». я стал ему задавать вопросы, и говорю, ключевые, ну, Иван Егорыч, а что такое любовь? А он, у него такая была, в речи были такие слова паралитов, как сказать, он все так говорит. Ну, нечетко он говорил. И он так на меня посмотрел и говорит, «Любовь, как сказать, это нравственное притяжение одного тела к другому». Ну, что, женщины, понимающие, закивали, оправдывает, ну, что, нету нравственного, нет любви, нет притяжения, тоже нет любви. Потом мы с ним разговаривали и о жизни, и о смерти. Я не буду сейчас отнимать много времени, потому что в книжке это все есть. Хотя они очень большие, это материалы, потому что идея заключается в том, этих текстах, я помню, что я должен вам рассказать еще про Эделькова, чтобы текст чисто литературный был очень плотным и насыщенным. Другой герой этой книги, Альберт Михаил Чечельницкий, возможно, гений, возможно, который работал долгое время в Дубне и рассчитывал траектории полета светил разных и искусственных аппаратов, собственно, для которых, для расчета которых полеты его и содержали, и который посчитал практически все, что встретят американские корабли и вот эти вот маринеры, которые отправили американцы, и написал они. И когда они через два года достигли этих точек, о которых написал Чечельницкий, они были поражены, насколько они были верны. И они захотели, чтобы он сделал доклад, потому что они полагали, что это крупный, но он и был крупный, мыслитель, они его пригласили, мы собрали его деньги, и он в своем лучшем и единственном кремблиновом биджакесе и в лучших своих не единственных серых брюхах отправился в Америку. Прочем там два сногсшибательных доклада, это я знаю, потому что они были уже напечатаны с комментариями. Один из первых просчитал и доказал, что существует скорость и выше скорости света, и теория большого взрыва была поставлена под сомнение. Очень много интересного везда, я говорю о том, что он написал книгу о проистории, о том, что библейская история была гораздо восточнее, намного восточнее, чем здесь может быть. Может быть, он не наставит, он все считал. Он помогал писать книгу и отремонтировать много на минуту. То есть не просто советоваться. И когда он прочел эти все строки, он пошел в переменчиваем нашей подруге Шерри Джунск в Стутину. Буквально. Ходения у него на обратной губной автобус не было, и поэтому он в аэропорт в Вашингтонске пошел пешком. За каждую 5 часов он зашел на аэропорт. Вот такой тип. Он меня поддержал, кстати. Мы с ним познакомились после того, как я написал об этом человеке, о Дьякове. А Дьяков изобрел встроенную довольно теорию предсказания погоды. Причем долговременно. О нем я могу рассказывать очень долго. Текст я вам не перескажу, потому что, знаете, это был, но с моей точки зрения, это была большая удача для меня. Потому что он написан, не знаю, это мог бы быть сценарий, там есть параллельные и два развития. Развитие с одной стороны это Дьяков, а с другой стороны это среда, в которой он существует параллельно. Причем обе среды конкретные, как будто они пересекаются и только снега как объединяет. Так вот, Дьяков предсказал в 1972 году засуху. Единственное. Ну, как эти тофалары или кто-то мне говорили, что Дьяков смотрит, если местные жители идут в шубах, значит холодно, а если в майках, значит тепло. На самом деле он разработал довольно стройную теорию, основанную на фундаментальных знаниях, заложенных Гернадским, Глазовским, Чижевским по связи Земли, Земли, нашей атмосферы с космосом, не как это гадают вот эти гороскопы. Астрологические кто-то буквально физическому клиенту. И он мне вот, видите, картинка не нужна, но разве она перед глазами, я вам скажу. вот эта хата, закопанная в землю, это генеометеорологическая обсерватория имени Камила Фломариона, так она называется у него, потому что он доломан, и он очень любил Камила Фломариона, и даже своего старшего сына, рожденного в этом богом забытом месте, куда его сослали, он назвал Камил, в честь Фломариона. И вообще образованный был человек, он закончил астрономическое отделение Одесского института, уже будучи знатоком двух языков, французского как русского и немецкого. Английский он не учил, потому что он считал, что английский это испорченное французское. Ну так, ну такое странно было для этого. И когда я к нему приехал, я выкрасился на этой станции, там одна станция Чебунаш, это вообще неизвестная где, но нету такого места Чебунаш. Там староверы, чудесные, но нету. Магазин, который никогда не открывает продавщица Тамара, стрелки, который никак не может провести сапуном. А здесь побольше немножко селения. Я когда сполз с поезда и увидел огромную бочку и очередь женщин. То ватник был, то прилично одет в каких-то там пальто, полушубках, шубах, холодно. А в бочке была тюлька. И эта тюлька огромным черпаком женщинам раздавали ведра, потому что все женщины были с ведра. Другой дара не было. Дьяков потом мне говорил, тюлька это великолепная еда, он голоман, он понимает. Значит, потом поступил к академику там на последние два университет московский, но не закончил, потому что в 1934 году, будучи языкатом довольно, типом говорящим на двух, точно или на трех языках, включая русский, украинский, а также французский и немецкий, он был сослан. И через некоторое время стал метеорологом. Юрию я вам не буду говорить, я вам только скажу, что он предсказывал погоду всему миру за свои деньги. Он отправлял телеграммы во все страны, и во Францию, и на Кубу, и предсказывал за три месяца грандиозное возмущение. Он все связывал с солнечной деятельностью, там башню, там телескоп Петровый, он смотрел на Солнце и рассчитывал движение солнечных пятен, и дальше вот долгосрочный прогноз. А краткосрочный прогноз у него был, наверное, еще тоже инструмент. Значит, у него была кошка Нуарка, ну, поскольку он голоман, но она и была Нуарка. А дочь муська на наш манер. Если они на печи, то замкнут, значит, будет холодно, что правда. А если нет, то нет. Анатолий ходил по вот этому поселку в гетрах, и тут сейчас почему-то он так и в бабочке. Вот такой был. А поехали дальше. Ну, это он же просто за рабочим столом, куда я пришел. У него было много таких странностей чудесных. Я люблю про него рассказывать, потому что конечно, иногда я повторяю какие-то вещи, потому что человек обычно рассказывает не то, что он помнит, а то, что он рассказывал в прошлый раз. На этом были основаны все правдивые рассказы старых большевиков, команды крейсера Лоура и нынешних, кстати, историй. Но Антон Витальевич, видите, он такой, он был очень скандальный такой человек. Он, когда я постучал к нему, это я рассказываю обязательно, это обязательные условия такие, я постучал к нему, он не знал о подвале это все, она же ушла под землю, эта избушка. Он говорит, кто там? Я говорю, это журналист из литературной газеты, я там работал. И он закричал изгливо довольно. Профессор Челленджер с отереного канадоя спустил с лестницы журналиста, даже не спрашивая, зачем он пришел. Ну, поскольку лестница была вниз, то я на законных основаниях спустил. Садачи мы с ним очень подружились. Там у него был портрет Таричели, изобретающего этот самый все современные новые мира того времени, иностранная литература, все газеты и портрет какой-то ткачизии, потому что она чрезвычайно была похожа на его жену. Поехали дальше. Еще дальше поехали, Леша. Еще это тоже текст, это надо просто людей немножко, которые засиделись. О, 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 да, да, Алиса Фрейдлид, но я вам хочу сказать, что сама может фотография ничего, но текст еще интересный, намного. Потому что текст идет не о том, что это Алиса зазеркальный, чисто литературный образ, а попытка понять, почему у актеров на сцене нет темы, имеет ли тут какой-нибудь чертовщик. Есть, конечно, поехали дальше. Да, это дочь Бархина, тоже есть. Это две фантастические бабушки следующие, Леша. Две бабушки время есть. Но я вам не буду сейчас про них рассказывать, я только потому, что сидят некоторое количество людей, которые знают эти истории. Прочтете, эта история записанная, написана в моем, может быть, географически в самом дорогом месте в России это Пинишне, это Архангельская губерния, и я приехал, прибыл туда первый раз в 64-м году, когда там был человеческий просто заповедник. Там не было замков, там были эти приставки или приставки, как они назывались, это палки, кольцо вставляется, означает, что хозяина нет дома. Там никто не воровал, много было очень староверческих деревень, очень много было цокающих деревень, вместо чья они говорили цепь, поэтому обращаясь ко мне, они говорили, ну че, что ты парницек приехал, зачем? А я поехал туда в диалекологическую экспедицию, и я ездил по деревням и записывал всякие истории. В основном плачи, сказки, заговоры, место правда удивительное. И таким образом я уже во второй или третьей путешествия свое много раз там был, я попал в деревню Ежемин, где жили всего две старушки. Вот это Баба Уля, и следующее, Леша сейчас там покажет, Баба Дарья, они совершенно разные, это видно даже по характеру. Одна такая хорошая, добрая, веселая, это Бука. Ну, пенсии у них были даже по тем временам, ввиду дешевизной водки едва на полторы бутылки там. 40 рублей до 29 рублей пенсии, вот такая. То есть они жили, конечно, бедновато, поначалу они меня никак не приняли, потому что я попросил воды, они сказали, есть у тебя твой стакан, тогда дадим. А нет, мы не дадим староедческие, ну, они так строго были. Ну, потом нашли какую-то банку от прежних посетителей, и с этой банкой я прожил у них наверное недели полторы подружившись и полюбил. Их они мне доверяли уже настолько, что подарили книгу, у них вообще на двоих была одна книга, она называлась Библией, а читать умела только только та бабушка. Поэтому они ночью вечерами, там, зимой читали Библию, она читала, Дарья слушала, и каждый пил из своей чашки свой чай. Но шайки могли быть общие. А я приехал туда, и мне так повезло, что им провели радио. Электричества у них не было, это не обязательно было, потому что, как вы знаете, пропаганда важнее всяких удобств и просвещения. Вот, и однажды это радио этим двум бабкам провозгласило, что завтра в 9 часов там утра будет атомная тревога. И предложила вырыть им окопы. И когда будет атомная тревога, написано все лучше, чем я говорю, чтобы они в эти окопы спрятались до отбоя. ну, знаете, они же все-таки радио, оно почти начальник какой-то, обладает какой-то властью, когда никаких других информаций нет. Они приготовились утром, платочки повязали, надели сапогили резиновые, а Ульяна вырыла копчик такой небольшой, вот это. Нет, а это вообще не стало ничего рыть. Она просто присела среди картофельных кустов, решила, что обкатит ее как-то. Ну, взяли воду, пробкой такой газетной, знаете, так сворачивают пробочки. Свернули эту пробку и когда радио им заголосило, они побежали. Одна присела, благорода другая ноги спустила в этот окончик. Ну, через 15 минут я им вышел, говорю, отбой, радио выключил, они пришли охранно. И говорят, что правда две старухи, которые, одна из которых не была не то, что в Москве, в Архангельске не была, в Карпогоров были два раза это район Александр. Они говорят, что это было. Зачем, говорят, до двух старух бросать атомную бомбу, которая стоит наверное тысячу рублей. Ну, в их представлении тысячу рублей это была не цифра, это был объем какой-то невероятный. Вот, говорит, да, на Вейково, это, кстати, село родное Федора Абрамова. Там можно, там правление маслопой где, вот там туда можно было. И вдруг Дарья вот это говорит, это все Англия. Она на островах, я говорю, на островах, надо на нее бросить вперед, она затопнет и проблем не будет никаких. Но слово проблема она не произнесла. Вот, и выяснилось, что у них вот такое отношение к Англии за время Антанты. Потому что на этой поляне рядом с Нежелином там стоит церковь святого артерия, в которой повезло, там зерновой склад был. Не МТС, а зерновой склад. Лучше поляной туда сел какой-то фарман или УАЗен или Ньюпорт, Антанты и Ду летчика вылезли, стали заводить свой самолет и бабка Анфимка, я запомнил, из соседней села Смутово схватилась за пропеллер и надала ему взлететь. Ну, мужики набежали, разобрали этот самолет быстро по надобности и один из летчиков прожил там всю жизнь. И похоронен. Они меня водили. Он женился, у него дети там какие-то были, а второй где-то исчез. Англия была историческим прецедентом для Бабрули и Бабы Дарья. Давай дальше думаем, Леша. Мравинский. Тоже целая история. Дальше. Это история драматическая, там она описана. Я не успел бы, даже если бы захотел вам ее пересказать, потому что это уникальный случай в войне. Это 10 родных братьев, которые пошли на фронт, все воевали и вернулись. Это украинское село Бравайкинс. Я тогда дальше. Ну, это памятник, которое мне удалось, ну, не мне, а нам удалось поставить, но я не буду. Пойдем дальше. А то это Уланово, там текст про Уланово очень хороший, хотя фотография мне очень нравится, она такая, медальная дальше. Была охатана от Мадулина. Текст, который там, он печатался или где, он называется «Белла», и по существу это такой рельгий. Это так получилось, что я его написал в Одессе, потому что я сел в самолет, и мне позвонили, сказали, что Белла ушла, и я в Одессе написал этот текст, и как бы от руки его передал, а потом дописал. Но это я могу сказать точно, что это Белла, но здесь где-то ей 60 лет. Прямо, не больше. Володя Крайнева тоже текст, замечательный, потому что Володя Крайнева это произведение, и вот собственно мамы, или сел, и там эта вот история с Ангелом, которым я вообще не равнодушен, потому что Ангелы занимают меня, это кто такие, и как они лагерят. И так рисует, допустим, Местерова, которая в этой книге тоже есть, она рисует этих Ангелов с тяжелыми крыльями, которые не то, что никого поднять не могут, они эти крылья поднять не могут, а потом Ангелы существуют, как мне представляется, безвоздушное пространство, зачем им крылья. крыльям нужны только для того, чтобы мы их могли узнать больше ни для чего. Поэтому, если вы увидите человека с крыльями, то это почти не века чьи-то ангелы. Дальше, все же. Это мои друзья, и это два живых человека. Замечательная история. Сарьян, Мартирос Сарьян, то есть эта книга, знаете, что в ней нету границ. То есть граница моего общения и любви, вот так я вам могу сказать. Поэтому там разные люди, иногда даже в шоу, вот мы шли вместе в издательстве на то, чтобы сохранить какие-то тексты, даже как маленькие, но плотные. Зачем я вам произнес слово плотные и вспомнил, почему я вам начал говорить про Чеченецкого. Потому что Чеченецкий доказывал, что существует какой-то центр Вселенной. И что это огромная, невероятная плотность и тело. Но то, что называют белыми кармиками, это плотности кармика, только это гигантское тело. и мы его не видим не потому, что она черная, а потому, что мы не видим этого качества света. Это фантастическая сама идея. Она размером, он и говорил, там, как полтора расстояния от Земли до Солнца. Сырян, может быть, сейчас смотрит на это. Это целая, там, там целая такая небольшая маленькая «Юрик не спит». Маленькая такая сага о трагедии в горах, потому что в этой книге есть драматические вещи, есть откровенно веселые. Ну, просто смотрите, это сваны, все, пошли дальше, дальше. Это сванская трагедия, вот она, мы идем, и вот такая красота там не видно, к сожалению, в села Бушкуле. вот это и снег и вот этот стол, и вот этот как будто выстроенный специальный кадр, это не из самых удачных, нечеловеческих таких кадров, которые просто подсмотрят. Видите, вот это как будто, ну, как кино, как будто кину это достать. Давайте дальше. Это все дальше, 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 это я не могу пересказывать, потому что я так, чтобы вам показать. Там все эти, все, вот это то, что вы видите, там все аргументировано, там все, все, все тексты вам рисуют, вам рисуют эти картины. Эти фотографии, они, может быть, не вышли, то есть, они не избыточные, но они не без них обходятся в Раневское, понятно. Это одна из самых любимых моих фотографий, к сожалению, вот текст, он другой, он вот этого передать не может, потому что вот этого пластического обаяния и человеческого обаяния, и это вот вы посмотрите. 19 часов литературного кафе, зал 13, начинает работу «Круплый стол», историческое кино, вчера, сегодня. Вы работаете? В 19 часов в доме 5 минут у нас есть, давайте быстро. В общем, посмотрите, это же Матонна вообще вас просит. Давайте, давайте, Леша, вперед, борхица, сейчас, мы за 5 минут все понятно. Не елова, не елова, не елова, никакого обмана, это все точно, попытка. Интересно, что говорят, сейчас она закончена. Давайте дальше. 8, 8, 8, 8. Вот, вот пришли мои подружки, любимые, вот, о-о-о-о-о. Так, дальше поехали. Ну, это история возвращения звания героя социалистического труда, я как этот самый, как председатель совета, нет, другого совета. Дальше поехали. И это, возвращение, это трагическая история, она, вот эта история, фотография выигрывает, поэтому ее в книге нет. Это история, как баскетболисты наши выиграли в Мюнхене. Поехали дальше. Дальше, 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 Это Мюнхен, это история. А это хлебороба войны, Драматическая я хочу закончить, поскольку у нас есть еще две минуты. На какой-нибудь оптимистической ноте. Давай, Доша, вперед. Анарго-зеляния. Вот оптимистическая нота, на которой мы закончим. Особенно если мы дальше быстро сейчас покажем. Нет, следующая. Быстро, 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 быстро. О! И просветленный взгляд. Спасибо вам большое. Покупайте книжки. Спасибо.